Полдень. Мы с супругом выехали на участок, в Волоколамский район. Мы едем по Новой Риге. Трасса проходит по территории Москвы, Московской, Тверской и Псковской областей. Новорижское шоссе начинается от МКАД и заканчивается на границе с Латвией. Новая Рига – это главный конкурент рублевки по количеству элитной недвижимости. Дорога в сторону Волоколамска начинается с живописного моста на севере-западе Москвы и проходит параллельно Волоколамскому шоссе. По пути много природных, архитектурных памятников, Новый Иерусалим, монастыри, усадьбы, музеи, также знаменитая гоночная трасса. Мы с супругом от этой трассы просто в восторге. Современная автомагистраль с качественным покрытием. Светофоры совершенно отсутствуют. И разрешенная скорость автомобиля – 110 км в час. От дома до Волоколамск мы долетаем ровно за час. Воздух здесь потрясающий. Северо-запад вообще считается одним из самых чистых уголков Подмосковья. Здесь удачная роза ветров не позволяет скапливаться загрязненному воздуху. Широко раскинувшиеся леса, чистейшие воды Истринского или Русского водохранилища восхищают и поражают своей девственной красотой. Проезжая по трассе, дорога нас всегда привлекает своей красотой. Зеленеющими полями, темными лесами, облаками необыкновенной красоты. Они сопровождают нас всю дорогу. Мимо нас проносились мгновения дождя, золотое сияние солнца. Каждый момент на дороге был запечатлен в наших сердцах. Там, вдали, виднелся волшебный лес, укутанный мягким туманом, где каждое дерево, словно вдохновленное летним звучанием ручья, являлось живым свидетелем прихода новой жизни. А на поляне танцуют игривые цветы, сиреневый, белый, розовый, словно ноты в волшебном мелодичном концерте, вызывая невероятное чувство благодарности за красоту природы. Всюду звучит пение птиц, исполняющих свои радостные песнопения, наполняя воздух радостью и мелодиями пришедшего лета. Запах зелени и цветов окутывает каждое существо в ласковом объятии, словно магическое заклинание, обнимающее сердца всех, кто осмелился войти в это великолепие. Зелень листвы сверкает ярким солнечным светом, а цветы, расцветающие на полянах вокруг, наполняют воздух невероятными ароматами. Вдалеке над горизонтом возносятся грозовые облака. В этом великолепии природы возвышается монумент 28 панфиловцам. Важный символ героизма и памяти. Мемориал 28 панфиловцам воплощает в себе не только историю отваги и мужества, силу духа, самопожертвования, но и важность традиции и памяти о подвиге предков. Этот монумент напоминает каждому поколению о ценности мира и свободы, защищенных теми, кто готов был отдать жизнь за свою Родину. Великолепие природы в окружении мемориала создает удивительное слияние красоты, исторической значимости, призывая к вечному уважению, к тем, кто отстаивал высокие ценности и принципы. И все-таки я возвращаюсь к нашей поездке. Перед поездкой мы договорились и уже едем решать вопрос с колодцем. Для нас это очень важный вопрос, но к нашему разочарованию исполнители нарушили свое обещание. Три часа мы провели на участке в ожидании. Позвонив, мы узнали о технических неполадках с машиной. Ждать было уже бесполезно, и мы решили не терять даром времени и взялись за работу. Дождь то лил, то прекращался, и мы взялись косить траву, убирали мусор, создавая порядок вокруг. Покидая участок, на нас обрушился проливной дождь. Но это не погасило нашего внутреннего света. Мы мчались домой, не теряя надежды, что наше усилие не пропадет зря. Приехав домой, мы переночевали, лишь немного поспав. В пять часов утра снова отправились в путь, полный оптимизма и веры. Продолжение следует...